Всем большой привет! Наконец-то мы дождались этого дня, когда мы поедем на фестиваль морепродуктов. У меня новый пластырь на ноге сегодня, с красными анкреберцами. Слушайте, да, Макс? Че-че, раз, два, три, проверяем. Короче, мы с Волкин-стрита уже прошли до Централ-фестиваля, но, короче, еще ничего вообще нет, поэтому мы отправляемся в кафе, в наш любимый федлофт. Че-че, раз, два. Вот он находится здесь уже. Нам уже принесли мороженое, мы заказали вот такой малиновый сорбет, он очень вкусный. Как тебе, Максим? Как будто малина пережеванная. Прям пюре малиновое, такое вкусное просто, и стоит оно 70 бат. Сейчас нам еще принесут мне молочный коктейль, Максиму принесут холодный кофе. И будем ждать, сидеть Наташу, Колю и Диану. Сынка, че кушаешь? Мороженое. Кое? Малиновое. Спичкачая? Да, но у меня аллергия еще не проявляется, значит, все хорошо. Короче, оказалось, что фестиваль морепродуктов начинается только в 6 вечера. И мы сидим и отдыхаем, ждем. В общем, уже мне позвонила Диана, сказали, что они уже подъехали, и сейчас поднимутся, зайдут к нам. Будем ждать, время уже половина шестого, но на улице еще нет никакой движухи, вообще ничего. То есть, дорога не перекрыта, палатки не расстилаются, но будем надеяться, что все-таки в 6 перекроется дорога, как это было в прошлом году, когда был музыкальный фестиваль, и здесь также были на бичке палатки. И, наверное, все-таки, как бы, ну, они быстро разложатся. Обычно тайцам минут 15-20 хватает, чтобы все это сделать. Короче, мы неправильно указали этаж. Мы сказали, что мы на четвертом этаже, нас ходили и искали на четвертом. Оказалось, что мы на третьем этаже. В общем, сейчас жду, когда они спустятся, придут к нам. Наверное, попьем кофеючек, правда, мы уже выпили, я уже наелась, и вообще уже ничего не хочется. В общем, все, мы уже встретили Диана и Наташа. Как добрались? Без пробок? Нормально, ну, пробки были чуть-чуть, но ничего, нормально. Что, пойдемте сразу туда? В общем, да, сейчас посидим, попьем кофе и пойдем уже. Там еще нет никакой суеты, не намечается. Выкладывается как рынок, но он уже сувенирный. А, ну, значит, скоро будет. А вот так происходит, в принципе, момент записи, как выкладываются видео. Вот такие будни блогеров вышли поесть, и понеслось. Без камеры никуда нельзя. Мы все еще ждем, когда все-таки раскроются палатки, смотрите, какие тучи идут. Она так быстрая, такое ощущение, что она сейчас поглотит просто Паттайю. То есть справа еще более-менее как-то солнечно, тучки небольшие, а слева уже все. Я уже засыпаю, не могу. Хочется безумно спать. И все еще не начинается, они там раскладываются или нет, еще непонятно. Я не уверена, что мы дождемся, потому что походу надвигается ливень. И очень обидно будет, если все-таки фестиваль не состоится. Будем ждать. Вообще не видно никаких палаток, ничего абсолютно. И, кстати, специально для тех, кто устал от нашего качества такого видео, где-то в ноябре, в октябре нам придет мой фотоаппарат. И будет качество картинка намного лучше, и обработка будет лучше. Так что все налаживается, все будет очень даже хорошо. Налаживается или накладывается? Как правильно, ну-ка, безграмотная моя. Наляпывается. Наляпывается. Подходит к нам официант Таечка, я спрашиваю у нее, говорю, спрашиваю, говорю, где фестиваль? Она говорит, а это вообще, говорит, к северу ближе. А мы тут сидим и ждем, значит, когда же, что будет. В общем, все, сейчас бегом прыгаем. К Наталье с Колей прыгаем на эту, на тележку. У них байк мы еще не видели, сейчас заценим и поедем, погоним туда. Еще так не ездили, по-моему. Я даже не представляю, что это. Сколько доехала? Вот, смотрите, уже готовят место для выставки автомобилей, на которые мы тоже пойдем. Обязательно, хватит уже сидеть дома. Я буду надеяться, что там будет не лады Калины. То есть здесь будет, вон там, место большое. И вот еще впереди у нас большое место. Так что сезон как раз скидок. Кстати, кто летит сюда, сезон скидок заканчивается 31 августа. У нас тележка. Это просто, знаете, как в Китае такое, вот, как тележки. Застряли. А колесики-то какие-то тоненькие. Но если что падает, то на меня все полетят, да? Это вообще необычное чувство. У нас таких есть. Ага. Монет есть. Маленький тук-тук. Да, маленький. Так, мы попали под дождь. И сейчас, чтобы спасти камеру, мы бежим в 7-11. Будем покупать дождевики. Вон он уже рынок, да. Рынок, в принципе. Я просто боюсь, что у нас камера после этого дождя не выживет. Ведем прямой репортаж из дождевика. Блин, как-то мне ее надо спрятать будет. В общем, я буду вот так вот снимать. То, закрывается весь обзор. Но я надеюсь, что я хоть что-нибудь от сниму. Здесь пока ничего интересного нет особо. А у нас все капает. Так, пошли у нас... Что это? Кальмар, наверное, какой-то. Да, рыбок. Ну, что-то здесь как-то мало пока. Напитки из клубники. Черника, клубника. 35 бат за... А, за 100 бат можно купить 3 штуки. Смотря на дождь, все равно люди... Люди ходят. Люди смотрят, покупают. Вот, необычности всякие. Смотрите, как здесь подсвечивается. Что это такое? И там какие-то... Морепродукты, что ли? А, это какие-то эти... Цветочки. Так, крабовые палочки. И что-то непонятное. Идем дальше. Здесь люди просто спрятались. И мы даже не взяли защитный бокс. Если бы я знала, мы бы хотя бы были бы с защитным боксом. Такая есть вкуснятина. Лобстер в сыре. 450 бат. А это... Этот гребешок, да? Прикольно. Здесь вон эти устрицы. 100 бат. Упаковка. Устриц. Кальмар. Нашпигованный, наверное, чем-то. Или просто он сдулся. Диана здесь с нами. Да, Диана? Не хочет снимать. Не хочет Диана снимать. Утка. Смотрите, утка. Это так страшно выглядит. Пожалуйста, мне такой бокал. Кревитосы. Это суп. Наверное, здесь мешают суп. По-другому быть не может. Не знаю. Здесь еще можно дегустировать, по идее. А где? Ну, там мы проходили, было видно, что для дегустации стоят такие столики, и там ничего нет. Вот еще. Здесь есть крабы. И белые креветки. А краба стоит один краб на гриле. Ой, пиццы из морепродуктов. Слушайте, мы надеемся, что дождь все-таки прекратится. Надо танцевать ритуальные эти. Да, танец, чтобы прекратился дождь. Макс, давай, успокаивай дождь. А вот же повара готовят. А когда же кушать можно будет? Не знаю. Вот, и фотки. Пойдем походимся с ним. Да, я бы хотела посмотреть, что там творится у них на кухне. Там дальше тоже? Ой, смотрите. Пойдем туда сходим? Здесь вот, скорее всего, будут выступать. А, вот здесь зона. Написано обеденная зона. На этом не заканчивается улочка. Еще впереди, смотрите, там очень-очень-очень много шеф-поваров. Ох, в рыбу воткнули. Молчи, рыба, молчи. Сколько их здесь? Очень классненько так. Сколько шеф-поваров? Здесь и гребешок, и креветка есть. Идем, спасибо. Здесь танцы, видишь? Попит. Сеопут гриль. Ага, здесь всякие разные, короче, распределено на гриль, на варку. Мы, короче, идем брать бумажку. Наверное, все-таки это будет бесплатно. И мы бегом-бежим, потому что русские все любят халяву. А сколько стоит? Ладно, это уже не халява. Вот, Максим, за килограмм. Да? Да. Имен. Музыка 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 Поехали!